Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешену. Номер 195. События дня. Второй фессалоникистом 3.10. Отделяется дефисом, потому что двоеточие не пропускает систему. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. 24 июня 2016 года. А у людей, как говорят, кто не работает, тот не ест. Кто не работает, тот как раз и ест. Кто какие места занимает, чем они тешатся, какими устрицами давятся. Мы показываем, что надо работать. К этому привещаем детей. Сергей Лисовский. С большим уважением отношусь к вашей миссионерской деятельности во имя Иисуса Христа. Сегодня смотрел видеоролик «Для всех стать всем» о миссионерстве. 17 января 2014 года. Игнатий Лаппин. Я не имею никакого права критиковать или поучать, а просто хочу задать вопрос, который возник от просмотра. Вот это оговорка-то такая. С любовью, подмеченной главную, с которой подходил апостол Павел, для всех я делал со всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Так же и вы подходите к немощам человеческим, полностью разделяя и сам стремлюсь. Вопрос в следующем. Вы говорите, что ради адвентистов вы не едите мясо и так далее, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Значит, вы также должны отказаться от человечествования святых икон лобызанием, так как это соблазняет братьев баптистов-адвентистов. Видите как. Ну, с позиции этой смотреть, то можно задуматься. Действительно так. Не ради адвентистов. Я у них был, это увидел, и они не едят. Так я вижу, мусульман 2 миллиарда. Да я к этому не расположен. Чего ради я буду? Вино, мясо. Вполне обойдусь. Но предел существует. Апостолу Павлу подходит, а ты не чтишь нашего идола, Ваала или Астарту. Ты не признаешь нас за родных братьев таких же, а не как язычники. Ну и что? Павел их не любит. Так нельзя рассуждать. Так можно дойти до чего угодно. Сатанисты скажут, вы не чтите сатану, и все, соблазняемся мы. Надо знать, где мера какая. Правила конкретные. А чего они соблазняются-то? Портреты свои чтут, руководители свои чтут, а святых отцов не чтут. Тут нельзя уступать. Их соблазняет, что борода, как цап. Как бы цап, это козел. Ну и что он думает, борода как козел, значит, на козла похож Христос, апостолы, Моисей. Все на это как смотреть? Это нельзя. Соблазняет бритье, потому что это языческая форма. По стихиям мира. Вот маленько, разумом надо прикинуть еще. Да, чествование святых икон, обызанием положено. Так дома мы не целуем, а в церковь положено так. Мы что? Это соблазняет. Ну что он соблазняет? И он соблазняет, что мы посты соблюдаем. Баптиста этого соблазняет. Все абсолютно. Чествование Божьей Матери, призывание на помощь святых. Я должен для него уступить? Ничуть. Это меры, где никак не вредит мне самому. А если я это буду принимать ради них, их учения, это повредит моей душе. Их соблазняет, что у нас правила, каноны, церкви. Да мало ли что. Они и не церковь. Какая на церквях, когда нет связи с апостольскими временами? У сектантов вообще понятия о церкви никакого нет. Первые-то еще ничего не знали, неграмотные, а грамотные уже оправдали их это безумие. Нет церкви. Там, где нет похеротонии от апостольских времен православия, церковь, с заблуждениями, как католики, с разными искажениями. Но это не смертельно. Надо вынущиться, просить у Бога милости, открыть глаза. Соблазняют братьев-баптистов. Но они не братья в этом смысле. По вере. Мало что их соблазняет. Их соблазняет то, что мы понимаем тысячелетнее царство, как что оно идет. А у них оно когда-то будет. Их заблуждения не принимаем нисколько. Не говоря про адвентистов. Адвентистов многое может соблазнять, что мы в субботу работаем, а в воскресенье празднуем. А их соблазняет это. Надо знать меру, свою веру знать. Я откажусь от воскресенья, что дальше? По пунктам где-то. А когда я не ем мясо, касается меня одного, только я не настаиваю, тем более православные другие едят. Всякое творение Божье хорошо, ничто не предосудительное, если принимается с благодарением, молитвой. То есть вообще нет никакой пищи, которая была бы духовно вредной для христиан. Екатерина Тинникова. Мирва Багнатий Тихонович, я вчера защитила диплом, а до этого только им и была занята и не успела сделать сам книжку санитарную. Можно потрудиться в лагере без нее? Екатерина Тинникова, она тувинка, видимо, вот там около отца Геннадия Фаста, близ. Приезжала, приняла крещение святое, как должно. Я отвечаю, да. Она снова отвечает, спаси Христос. Я тогда дождусь стипендию, а на 30 июня не буду выезжать. Я никогда не готовила без поджарки. И не знаю, как без нее. Надеюсь, братья будут подсказывать, как готовить. Я давно не выходила на благовестие, не с кем. Надеюсь, что смогу поучаствовать в благовестии с верующими, с Богом. Ну, это что ответить? Я ответил, не жди, выезжай. Что на тебе? Куда на стипендии денется? Приедешь, получишь, целое будет. А тут трудящийся, достоин пропитания. На дорогу только деньги себе возьми, дорогу мы не можем оплачивать. Вот и ответ сегодня. Получит она его, может быть, чтобы сразу выезжала. Это у нас, что я говорю, эти ролики появляются с запозданием от 8 до 10 дней. Иногда даже чуть больше. Потому что здесь закачки никакой нету. Я нахожусь в степи. Связь только через модем. Там тарелка и прочее. Много высчитывают. Я заплатил за 2 месяца вперед. Не ограничено. Евгений Кременский. Уважаемый Игнат Тихонович. Вот уже 4 года смотрю ваш канал на ютубе. И хотя не являюсь христианином. Видишь, как написал. Готов подписаться под каждым вашим словом. Прошу меня извинить за ердические комментарии под вашими роликами. Но я это осознаю. И борюсь с этой напастью. Стараюсь критиковать меньше. Да и вообще, я вас очень люблю. Каждый раз, когда слушаю вас, испытываю глубокую симпанию за ту помощь, которую вы оказываете людям. За благонамеренность и доброту. Ну, я понял, что это вы. Какой-то у меня был, там-то она чушка такая. Поставьте свою фотографию. Ну, не с этим же дружить. Я сказал, принял вас. Но если вы не поставите, я вас из друзей уберу. У меня правило есть такое. И чтобы видно было глаза. Поставьте Евгения, если это ваше настоящее имя Евгений. Без темных очков. Ну, видите, как у меня в фотографии и у других. В друзьях. Я принял вас, друзья. Вы у меня были, я вас убрал. Потому что вы начали говорить непотребное. А мне зачем это нужно? Судит, не знает о чем. У меня сокровище такое. Ты пришел, стол накрытый, садись. Зачем в чашке плевать? Да сблевывать здесь. Кому это нужно? Больше всего меня поражает ваше здоровье. Вы сами рассказывали, что родились больным ребенком. Как решила с мамой ложкой меда в день на голодный желудок. Ну, родился какой, я не знаю. Только стал я ощущать вот эти боли. Просто останавливался. Сердце как бы останавливалось. Никто не знал, болеет. Он больный и все. А болезненный, болезненный ли ребенок родился? Нет. Не болезненный. А то у меня где-то в возрасте 5 лет началось. И вот это, какие-то недостатки были там. А с чего неизвестно где-то. Ну, Господь помиловал. Вот. Теперь вам, если я не ошибаюсь, 76 лет. 77. Но ваш физический тонус и активность просто поразительны. Это при том, что вы живете в условиях самоограничения постов и неупотребления места. Так это все как раз на пользу. Я с ребятами работаю. Я не могу никак войти в свой возраст. И думаю, что не войти мне. Я чувствую себя с ними ровесником. Как работают они. Вот Никиту я уже подтягиваю к этому. А Виталий тут вообще рохля тянется. Работает нужно быстро. Я работал на стройке всю жизнь. Повторяю. У меня выработка была первая по тресту. 280-300 процентов. Я неукротимый в работе был. Никаких перекуров никогда не знал. Вот печку делать. Никого нет. Я один записываю. Сейчас надо показать, какая она. Она, обогреватель у нее от пола больше двух метров. С фундамента. Я в день выкладываю две печи по трубой. Это большие были заработки. Все на дело Божие шло. Долгих лет жизни вам и членам вашей замечательной общины. Как вы считаете, сможем ли мы с вами пообщаться по скайпу? Я отвечаю. Только после 10 октября, если будем живы, и то будет угодно Богу. Прошу, фотографию замените. По скайпу говорить я вас там все равно увижу. Приготовьте вопросы. Здесь никак нельзя. И причина та, что я нахожусь далеко, прерывается все и высчитывает очень много. Я ни по скайпу не говорю, ни... Ну, такое какое-то стихотворение вчера высчитал. Надо было мне о Грозовском взять материал-то. Еще раз просмотреть-то. Пришлось скачать. Ну, там какие-то КБ. Там всего-ничего. Вот. Один спрашивает меня. Ну, так я показываю. Здравствуйте. Если возможность получить книги, есть ли, видимо. А мусульмансы, не знаю какой том. 18-й, один экземпляр. Второй том, это противосектантский, один экземпляр. Четвертый том. Ну, это уже подбивка, с какими людьми, как беседовать. Ну, кратко я могу сказать, в каком томе что есть. Кто любит поэзию, 26-й том. Это рассмотрение во свете Библии 300 поэтов за 300 лет России. Я отвечаю только после 10 октября. Потом повторите свой заказ еще раз. Я в Сепи с детским лагерем. Это вот, ну, никак, по-другому я тут не могу. Теперь я показываю, что Mail.ru, мой мир. Вот это я люблю, эту систему. Вот оно. Я в ней ничего не вставляю. Но все, что вставлено, ролики идут в Ютубе, они будут перенесены с 10 октября. Сколько? Ну, дополнительно, допустим. Я не знаю, сколько, но обычно за лето у меня будет 350 роликов. Может быть, даже побольше будет. Богатый очень материал. Я тут обращаюсь. Смотрите, какую пользу можете оказать советам. 18 916 фотографий. И тут даже много этих видео. 3529. Ну, это засохло. Так и будет с аэ до 10 октября. Ну, а вот это наш форум. Большой, прекрасный форум. Я знаю форумы другие. Смотрел. Сравнивать даже нельзя. Наш форум намного порядком выше. Найди только здесь новое сообщение. Сразу на первую страницу. Регистрироваться легко. И при регистрации сразу видно, где наш YouTube. Ну, все абсолютно. Дальше у вас здесь общий поиск. Не поиск, а по теме общий поиск. Зарядил, ткнул в него только общий поиск. Вставляй и найдешь. Тут столько роликов, объяснений, выступлений, патриарха. Ну, о ком бы ни шел разговор. 1592 тема. Тема. Каждая тема, это огромнейший материал. Заходите сюда. И здесь задавайте вопросы. Если можно, я отвечу в событиях дня. Ну, вот на YouTube. Сейчас я еще обновлю. Пытаюсь показать, что тут сегодня. Сегодня я поставил 6 роликов. 6. 6 роликов, это если все брать внимание, это много. Вот, допустим, 187 события дня. 20 минут. Дерево для клёна. Вот. Час три. Вот уже полтора часа. И час тринадцать. Занятия воскресные. Вот. Полтора часа. Два с половиной. Ну, и тут по мелочи. Тут еще. Два с половиной часа с лишним слушать только. Вот здесь. Дерево. Для клёна, для пруда. Вот уже пошли. Вот даже последнее заморощало на здоровье. Это и дети рассказывают. Ну, вот здесь. Еще сколько. Видите, под замками стоит. Какие будут. Я даже покажу. Заранее можете видеть. Я их в течение лёжен. Что у нас суббота сегодня. Воскресенье, понедельник, вторник. И, видимо, среду. За четыре дня постараюсь вот эти ролики снять. Это ролики. Какие еще готовятся. Вот как. Ну, и события дня там отдельно. Ну, и самое большое сокровище. Самое большое. Во свете Библии. С чего мы начали. Мой вход. Тут в интернет. В эту сеть. Тут легко ткнул. Православный форум. Видеоканал. И самое ценное из всего, что у меня есть. Это ответы 4124. Ответы по темам. Вот справа. Ответы. По 55 папок. Вот по темам. В алфавите. Вот сюда заходите. Ну, и вы найдете ответы для себя. Легко очень искать. Откнул, так и все открывается. Помог Жене Клейменов тогда. Вот у меня сейчас вопрос такой. Кто слышит, я не могу показать как. Вот дорога идет, показывай. Дорога идет. А весной ее все размывает. Уходит вода. Не глубоко. Там не озеро, ничего нет. А просто протекает как бы ручей. Ярмачок называет. Но нужно сделать так, чтобы была и дорога. И вода протекала. Ну, я подсчитал 50 кубометров, когда нужно строительного мусора. Ну, без дерева. И сделать так, чтобы на трассе идет вот так вот проехал 10 метров, опять поднялся и пошел. Вот этот прорыв-то, вода будет уходить и все. Ну, и по воде можно проехать, если твердо. Нет этого. Возможности нет. Тогда я стал думать, как это сделать. Дерево. Дерево. Сколько там, допустим, ширина промыва 10 метров. Даже взять по 15 сантиметров. На один это 7. Ну, то есть 10 метров умножить. Сколько деревьев пойдет, сейчас скажу я. На один метр. Ну, где-то около 8 бревен. 4,5 метра. Бревна будут идти поперек трассы. Ну, между собой их связать проволокой. Все как будто бы ладно. Можно было сделать. Яруса 3. Немножко подсыпать. И по нему будут ходить. Спускать себя как бы в этот пролом. А дальше пойдут. Но дальше-то выступают, что дерево. Это же плод. Это понтон. Понтон загнать под воду. Вон там вода стоит. И оно всплывет, потянет. Это большая подъемная сила. Не удержать. Вот вопрос никак не могу решить. Если были бы какие-то блоки. Задавил ее там. Удержал. Ездили бы. И весной вода прошла. И бортовинки у этого съезда. Как по склону. 10 метров. Ну, не глубоко. Ну, допустим. Глубина 50 сантиметров всего. 50-60. Спусился. Проехал даже по воде. Если там твердое основание, не ел-то. Но тут коровы ходят. Коровы сразу пойдут. А деревья-то не плотные. Кривые. Нога попала. Дальше провалилась. А вторая нога. Все. Корова пропала. Опять никак нельзя завалить. Ничего не могу сделать. Да и помощи-то деревенской никакой нет. Все заняты. Машина только у Игоря Барабаша. Трактор у него. Просто завалить. Мне нужно на второй мостик прорваться. Прорваться. И приедет бульдозер. Он завалит, конечно, это все. Пройдет туда. Но весной опять все это унесет. Все мутки затянет. Как сделать, чтобы не прорывало больше? Ничего не могу сделать. Именно пойдет скотина. Значит, сверху бревна должны быть завалены слоем хотя бы сантиметров 30. Опять же, к этому самому. А легкие там половинки кирпича. Вода весной идет по логу. Она все сметет. Угонится. Блоки какие-то были бы придавить. Ничего не могу сделать. Охота сделать навсегда, чтобы было. Там теоретически, хотя я понимаю, фактически как бы в четырех местах начинал доработать. Но не знаю, кто может посоветовать их, как это сделать. Бревна поперек дороги. И поперек дороги там 40 сантиметров, как мы называем, няша, размокшая земля в воду. Я туда утоплю. Свяжу между собой. Но туда притянуть-то не притянешь. Если бы было это железное дерево, тяжелое железо такое дерево есть, оно погрузилось. Оно его поднимает. Это понтон. Три слоя бревна будут, и все одинаковые. Поперек дороги как бы связывать между собой. Ну и скотина пойдет во-первых. А потом весной оно поднимет на дыбы, и все, вода сильно идет там. Нужно сделать так, чтобы там лежала. Вода прошла сверху, если бы было бы тут насыпаны какие-то кирпичи, она бы прошла мимо. Пока не могу ничего сделать. Совсем не могу. Поэтому прошу, у кого есть какие мысли, посоветуйте. Я молюсь об этом. Вчера мы работали. Опять подготавливаем все пруды. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу! Продолжение следует...